Сейчас очень много разговоров о симметричном ответе. Я, конечно, не специалист, но не очень понимаю, что такое симметрия в деле самозащиты. Мне кажется, тут никакой симметрии быть не может. Ответ может быть только максимально жестким. Насколько это возможно жестким? Вот ворвался в ваш дом бандит с ножом, а вы, например, мастер спорта по карате. Должны ли вы, не применяя своих приемов, схватиться за нож? Или, допустим, вам угрожает подворотник человек, угрожает перерезать горло? Должны ли вы ему в ответ тоже угрожать? Или можете двинуть его палкой по голове? Никакого превышения самообороны не бывает. Если вы обороняетесь, то вы имеете право на применение всего имеющегося в вашем распоряжении арсенала. Давайте я распишу ситуацию абсолютно абсурдную. Вы здоровый качок, 190 рост, касая сажень в плечах, вам в дом врывается брюнетка, ростом 165 сантиметров 40 килограмм. В руках у нее пистолет или бита бейсбольная. И она орет, что убьет вас к чертям. Допустим, вы при этом трусоваты. Это неприятно, но таким вас сотворил Господь, а он, как известно, не ошибается и для чего-то это сделал. А ей он храбрости отвалил за троих. И именно поэтому вы мирно закачиваете мышечную массу в фитнес зале, а она зарабатывает грабежом и разбоем. Должны ли вы взвешивать каждое свое движение или может быть ей лучше не врываться в дом? Не должно быть ограничений по самообороне. Пока вам угрожают, вы можете защищаться любыми средствами, до которых дотянетесь и не думать об уроне, который вы нанесете агрессору. Если его интересует урон, он может просто не нападать. У вас такого выбора нет. Спасибо, что смотрите, что лайкаете, что подписываетесь. Помните про Бусти и паре сотен завалявшихся у вас рублей. Телеграм еще есть. Жаль, что никто эту часть не слушает. Пока.